Всем доброе время суток. У меня появилась такая вот проблема с Windows. Когда я загружаю Windows, выскакивает такая ошибка. S-program, файл Windows Apps, Skype, Excel, параметр задан неверно. Что до этого произошло? Я загружал антивирусную программу, и во время загрузки что-то пошло не так. Мой аваз работал. Он обнаружил какие-то файлы, какой-то вирус в диске C, в программных файлах. И я случайно эти программные файлы удалил. После перезагрузки, видите, появилась такая вот штука. Нажимаю ОК. И вот, все равно оно появляется. Что на самом деле происходит? Я открываю диски, хочу зайти вместо дезоружной программы, нажимаю левой кнопкой мыши, и вот идет, видите, такая загрузка. Компьютер начинает тормозить. Работает торможение. Будем исправлять эту проблему. Я вошел, в общем-то, в репуск. Найти. Ввел команду SMD. Зашел от имени администратора. Набрал команду SVK. СКНОВ. Пошло 10-15 минут. Проверка завершена в 100%. Что выдала мне программа? Что программа защитить ресурсов Windows обнаружила поврежденные файлы и успешно их восстановила. Ну, это хорошо. Подробные сведения о файле JSB.Log, которые находятся по следующим путям. Надеюсь, что SVK SCANOW восстановила мою винду. Этот способ не дал никаких результатов. Винда по-прежнему глючит, неправильно работает. Значит, следующий метод это проверка системного диска. Нам нужно войти в пуск. Правая кнопка мыши. Заходим в Windows PowerShell от имени администратора. И вводим команду CHKDSK пробел черточка F. Нажимаем Enter. И теперь написано тип файла системы FTS. Не удается заблокировать текущий диск. Невозможно выполнить команду DSK, так как указанной в том используется другим процессом. Следует ли выполнить проверку этого тома при следующей перезагрузке системы. Нажимаем Да. То есть, нажимаем Y и нажимаем Enter. То есть, при следующей перезагрузке администратор Windows PowerShell проверит наш компьютер на ошибке. И если в системном диске будут какие-то проблемы, то PowerShell выявит и исправит их. К сожалению, этот метод тоже мне не помог. Критическая ошибка все равно была не устранена. Следующий метод это проверка нашей системы на вирусы. То есть, возможно, когда мы загружали программу, мы схватили какой-то вирус и вот из-за вируса происходят эти проблемы. У меня же сейчас стоит антивирус Avast. Открываем антивирус Avast и проверяем наш компьютер на вирусы. Защита. Проверка на вирусы. Рекомендуется вначале проверить антивирусом при запуске. То есть, очень хороший метод проверки. Если этот метод не помог, то делаем полное сканирование вашего ПК. Также есть программа такая, как DrWeb. в поисковике вбиваем просто ангелатинскими буквами DrWeb и вот появляется сразу первая строка официального сайта DrWeb. Чем хорош этот антивирус тем, что он может работать с другими антивирусами и он с ними не конфликтует. Вот их неофициальный сайт. Скачиваем утилиту DrWeb и смело анализируем наш компьютер на вирусы. Так, если вам этот метод не помог, попробуем обновить драйвера. Возможно, какие-то появились драйвера, которые или сломаны, или неправильно работают. Их нужно устранить и залить новые драйвера. Желательно с официального сайта для вашего ноутбука. Для этого в командной строке переходим в диспетчер устройств и вот мы видим наши драйвера. Если какой-то драйвер работает неправильно, будет стоять треугольничек желтый и будет обозначать, что этот драйвер нужно будет закачать и обновить где-то в интернете. Обновляется легко. Нажимаем например на вот этот драйвер. Нам нужно потом нажать левой кнопкой выше обновление драйверов устройства. И у нас команда есть. Вы хотите провести поезд драйверов. автоматический поезд драйвера так и идет автоматический поезд драйвера. Вот у меня сейчас выявилось, что наиболее последующие драйвера установлены с интернета. Драйвера будет нормально. Обновляются драйвера при одном условии, если у вас подключен интернет. Так что обязательно подключитесь к интернету. Или вы закачиваете какие-то драйвера и потом уже устанавливаете эти драйвера с рабочего стола. И последний шаг, если вам ничего не помогло избавиться от этой проблемы, то нужно восстановить Windows 10. То есть вернуться к прежним параметрам, которые у нас были. Переустановить Windows или загрузить новый Windows с диска. Либо просто в Windows 10 есть такая функция, как восстановление Windows. Значит переходим в правой кнопкой мыши параметры обновления безопасности восстановления левой кнопкой мыши нажимаем. Значит вернуть компьютер исходное состояние. Если ваш компьютер работает нестабильно попробуйте установить его исходное состояние. Вы сможете при этом сохранить или удалить личные файлы а затем переустановить Windows. Либо особые варианты загрузки запустить систему в устройствах или диска например USB накопителя если у вас стоит Windows в DVD диске либо USB то вы можете закачать переустановить Windows с вашей флешки. Измените параметры встроенные по компьютеру настройки загрузки Windows или установить систему образа на ваш компьютер. Но у меня образа DVD диска и USB диска нету. Я попробую восстановить изначальное состояние без диска. Нажимаем начать и нам нужно выбрать параметр сохранить мои файлы удалять приложение параметры но сохраняет ваши личные файлы либо удалить все удалять ваши личные файлы приложения и параметры. То есть если у вас на компьютере что-то хранится ценное то желательно сохранить этот диск и уже когда вы нажмете удалить все просто при перезагрузке установки новой винды все что находится на других дисках все будет удалено. Но я воспользуюсь этим методом сохранить мои файлы потому что у меня очень много файлов которые мне нужны и которые я просто так не восстановлю. Выберите способ переустановки виндовс загрузка из облака то есть если у вас есть официальная виндовс диска или с USB можете оттуда вам перезагрузить но у меня облака нету либо локальная установка переустановка виндовс с этого устройства я нажимаю локальная переустановка и нажимаем далее переустановка виндовс подождем пока переустановится надо тут всплывают какие-то цифры сколько переустановилось какой процент переустановки опустилась обновление инсталлинг 0% ждем пока обновиться виндовс это тоже время замет определенное сейчас уже можно видеть 19% загрузилась инсталлировалась ждем окончания загрузки прошло уже полтора часа уже инициализация прошла и идет установка система не включаем ноутбук ждем когда процесс восстановления виндовс завершится ну вот произошла переустановка виндовс здесь включилась теперь давайте посмотрим как работает ноутбук ноутбук по крайней мере правая кнопка мыши я нажимаю она у меня работает это хорошо до этого у меня правая кнопка мыши не работала заходим в том и посмотрим как тут работает правая кнопка мыши тоже хорошо работает попробуем открыть какое-то видео файлы файлы видео остались сохраненными они не удалились это хорошо потому что они хранились диски е и важные файлы документы диски они тоже остались сохраненные виндовс у меня работала на диске с я туда ничего не загружал осталось только настроить по-новому свой ноутбук загрузить нужные программы все что не нужно удалить потому что вот у меня загрузились значки welcome медиаплеера ты его пытаясь открыть но оно не открывает потому что была переустановка виндовс что самое большее радует то что не появляются вот эти всплывающие окна что неправильная установка или неверная установка ну в общем сейчас виндовс заработала хорошо так что если не помогают те способы которые были перечислены ниже переустановка виндовс в случае некорректной работы винды решит вашу проблему на этом все если видео понравилось палец вверх если видео было неинтересно дизлайк всего доброго до новых встреч